всем привет друзья сегодня нахожусь на одном подмосковном водоеме моя цель это окунь уверен что у каждого из вас рядом есть небольшой водоем на котором можно половить окуня основная моя цель сегодня поискать и постараться поймать хорошего окуня я знаю что здесь водоеме он есть но здесь очень много мелкого ну а также параллельно расскажу вам о прудовой рыбалки и вообще возможных вариантах ловли как искать на неизвестном водоеме на неизвестном пруду окуня думаю вам будет интересно все недостаточно холодно поэтому не знаю где и на что будет клевать окунь поэтому буду много экспериментировать вместе два комплекта удилища посмотрим что получится есть вот он небольшой стандартный окунец пруда мы приехали чтобы поймать хорошего поэтому будем искать вот это стандартный полосатый где-то недалеко от вашего дома обязательно есть пруд где можно половить таких окуней еще все что вот микроджиг сразу спортивный ну вообще прям мелкий мелкий это в ближней зоне вот бросал отводной поводок на дальнюю дистанцию поклевок не было в ближней зоне на легкий джиг прям сразу первый же заброс две поклевки вот один попался но размер конечно не тот так и активными подбросами ловлю ступенчатой проводкой здесь не глубоко о там поклевка достаточно неплохая вот он весь в траве друзья вот на отводной поводок с рельефа не получается ловить ну то есть нет поклевок а вот такие вот спортивные окуньки под берегом в травке прям тут же радует своими поклевками саде какой он толстый они продолжают клевать на микроджиг они сегодня маленькие здесь есть окунь гораздо крупнее но это же забавно друзья позови большого окуня продолжать избиение младенца зато окунь клюет с косы вдоль травки ну тоже такой некрупный надо активно перемещаться по водоему окунь хоть и мелкий но собственно говоря его нужно искать от такой вот спортивный окунет это прям очень маленький друзья но приятно его ловить на легкую снасть на небольшую приманку сейчас вот он попался типичное такое место выходит коса с травой и собственно говоря вдоль этой травы стоит всегда попробовать половить сейчас чуть позже вам расскажу вообще о том когда вы приезжаете на неизвестный водоем как чем стоит руководствоваться и как искать и в каких местах лучше всего ловить сейчас только проводку закончу вот это было бы круто опа отличная поклевка ну он стоит на косе он клюет микроджиг рулит сегодня он пока рулит друзья ну давайте несколько слов расскажу о том как в целом я поступаю как ищу окуня или щуку ну в данном случае сегодня речь о окунь идет на незнакомом водоеме в частности достаточно большом пруду пруд это по сути маленькое водохранилище и визуально приезжая на водоем первое что я рекомендую всем сделать это обойти водоем или объехать его на машине или пешком пройтись и просто визуально оценить перспективу различных мест посмотреть как идет русло этого водоема очень часто берега выдают подсказывают где подходит глубина где там рядом поля и лук там скорее всего будет мелководье исходя из этого нам нужно прочитать максимально возможный рельеф водоема и соответственно дальше руководствуясь этим примерным рельефом искать рыбу я всегда рекомендую пробить сначала глубины водоема лучше всего это сделать каким-нибудь поводковыми оснастками будь то отводной поводок или дропшот поскольку достаточно крупный окунь чаще всего держится каких-то русловых мест где есть коряги какие-то повороты русла какие-то резкие бровки это все можно найти лишь методом скажем так забросов и тактильных ощущений это первый вариант то есть на рельефе всегда есть окунь его можно найти а дальше уже подбор приманок и так далее и тому подобное второй вариант это облавливать прибрежную зону искать небольшие косы искать какую-то подвольную растительность будь то какие-то водоросли заросли камыша кувшинка все эти места привлекают малька и там обязательно будет окунь вот сегодня колоссальный пример я сегодня взял с собой как раз отводной поводок и удилища под ловлю на воблеры и микроджик я с утра попробовал половить на отводной поводок и с рельефных мест глубины поклевок не было видимо еще рано вода достаточно теплая а вот прибрежной зоне небольшой окунь активно ловится и клюет и дальше уже происходит тактика достаточно быстро перемещение я перемещаюсь по водоем и просто снимаю активную рыбу получаю удовольствие но непременно стоит всегда оценивать визуально друзья еще раз повторюсь водоем смотреть иногда очень часто в тихую погоду вот сегодня ветрено и просто этого нереально увидеть возможно окунь где-то гоняет малька опять же привязка к косам какой-то траве и если он визуально себя показал то собственно говоря там его и стоит искать вот такие основные принципы которыми я руководствуюсь которые я выбираю на практике исследую и смотрю на неизвестном для меня водоеме но этот водоем не достаточно хорошо известен поэтому я продолжу здесь ловлю полосатых разбойников мне кажется я ловлю одного и того же окуня вы посмотрите насколько он толстый вот так вот в пропорции видно ему тут явно есть что покушать такой маленький от толстый значит будет расти головка лучше все сегодня друзья работает эй друг прости плыви все с ним будет хорошо он я его визуально видел друзья знаете чем интересно это место оно для меня по сути историческое 22 года назад вот в этом вот месте маленький мальчик денис вихров то бишь я этого отпустим взял спиннинговое удилище впервые свои руки телескопической вот здесь вот на джигаловку как сейчас помню 5 грамм с каким-то китайским твистером я поймал свою первую щуку это круто это история история целая история поэтому этот водоем очень люблю прошло 22 года и я очень часто здесь ловлю рыбу к сожалению щуки уже здесь нет был замор на окунь остался да с крупным окунем сегодня не канает зато мелкий в траве клюет на ультралайт на микро джиг очень отлично почему используют джигаловку друзья ну во первых можете видеть вот такая вот трава она здесь и на дне присутствует и и джигаловка она лучше всего проходит вот эту вот траву зацепов гораздо меньше чем если бы я ловил на шарнирное соединение это наверное самый первый основной плюс и мой выбор именно в пользу джигаловки похоже очередной окунь который стоит в этой траве туда же мы его отправляем самом деле тяжелые погодные условия ветер очень сильный боковой ловить на легкий джиг крайне некомфортно может быть имеет смысл найти где-то затяжок потому что окунь в принципе по всему удаем ловится какой-то траве лучше в этом случае по комфортнее место найти поэтому сейчас наверно поменяем друзья но несколько слов о тех приманках которые я с собой беру какой-то базовый необходимый минимум потому что собираясь на незнакомый водоем в поисках окуня мы не знаем в какие условия мы попадем что будет предпочитать окунь в какой части водоема с какой глубины он будет ловиться всегда с собой на водоем я беру вот такая вот коробочка у меня с готовыми мотовильцами это дропшот поводковой оснастки каролина отводной все вот в одной вот такой маленькой коробочкой здесь груза крючки и сами поводки коробочка с джиг головками с микро джигом она у меня вот вот такая вот здесь всего по чуть-чуть наброса на крючочке резина какая-то уже оснащенная какая-то нет там же вертушечки лежат ну и коробка с различными воблерами здесь воблеры мину здесь немножко кренков здесь есть топ-вотеры попперы уокеры ну и какие-то диповые модели воблеров собственно говоря вот этих трех коробочек достаточно чтобы на любом водоеме подобрать ключик к окуню совершенно разные условия будь то мелководная ловля глубоководная ловля воблеры вертушки нет у меня здесь колебалок только разве что ну я просто на окуне не очень люблю колебалки считаю что они не самые основные которые должны быть в арсенале но тем не менее вот этот вот базовый минимум всегда со мной и отправляясь на любой водоем я всегда поймаю окуня я в этом абсолютно уверен а все то же самое ничего не меняется где же нормальный окунь где где почему сегодня клюют такие мелкие вот прям островы такой яркий окунёк попался из кувшинок ну вернее из камыша которые там находятся мы поменяли водоем друзья потому что поднялся безумный такой я бы сказал шквалистый восточный ветер мы перешли на другой водоем в плотинную зону и здесь просто тихо и спокойно здесь буду заканчивать рыбалку но здесь то же самое все происходит все не клюет почему-то только мелкий окунь лучше всего клюются не на легкий джиг микро джиг ну поклевки есть продолжим время еще есть немножко о мальчатой строится он весь на милике друзья дайте воблер попробуем там не глубоко вдруг на воблер будет реакция на предыдущем пруду не было может быть здесь будет сейчас поменяю приманку друзья на воблер нету поклевок я не понимаю почему вроде мелко на джиг реагирует на воблер не хочет друзья на при ловле прудового окуня рекомендую выбрать выбирать какие-то ультралайтовые снасти поскольку окунь у нас чаще всего не крупный а даже если попадется крупный экземпляр то приятно его будет вываживать на такую снасть плюс мы ловим на очень маленькие веса головок на маленькие приманки небольшие воблерки и небольшие вертушечки вот у меня в руках сегодня достаточно я считаю универсальное удилище под разные задачи это z3 спора модель 672 уэль с тестом от 1 до 6 грамм вообще этот спиннинг позиционируется как для ловли прудовой форели но почему бы не ловить на эту снасть прудового окуня в целом приманки достаточно схожи до размеры бы меньше но все прекрасно чувствуется все прекрасно отрабатывает поэтому я думаю что ну спиннинги в общем максимальный тест наверно для прудового окуня это максимум до 8-10 грамм больше не стоит а вообще лучше предпочесть и удилище с тестом там до 4 5 6 грамм более чем достаточно эх была пустая поклёвка есть вот он полосатый вдоль плит клюет опа вот он опа тадададам вау ха 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 забавно друзья окунцы клюет здесь кстати они какие-то красивые прям все друзья отпускайте всю пойманную рыбу опа ну что друзья завершаю сегодняшнюю рыбалку сегодня побывал на двух водоемах водоемах искал сегодня окуня резко похолодало я надеялся что окунь отойдет от ближней дистанции будет на рельефе очень хотелось поймать крупного но к сожалению ничего из этого не получилось клевал мелкий окунь и лучше всего он сегодня реагировал на микроджик небольшая джиг головка двухграммовая с маленьким твистером но несмотря на то что окунь мелкий на ультралайтовые снасти ощущать поклевки и вываживание этой небольшой рыбки доставляет масса удовольствия мне понравилась рыбалка в любом случае я поймал порядка двадцати наверное хвостов еще было огромное количество поклевок это с учетом что я сегодня очень много экспериментировал я уходил скажем так с микроджига в поводковой оснастке я пробовал воблеры кидал блесны но работал только микроджиг если бы акцентировал свое внимание только на него я думаю поймал бы раза в два так больше холодает осень приходит я надеюсь что рыбалки будут еще более интересные крупного окуня мы обязательно поймаем и возможно на камеру но на сегодня у меня все друзья всем счастливо до новых встреч и Субтитры сделал DimaTorzok